Дорогие друзья, в истории нашего государства есть много памятных дат, которые стали символом единства и мужества нашего народа, его способности сплотиться перед лицом грозного врага. И среди них особое место занимает дата 5 декабря 1941 года. Это день, когда началось контрнаступление советских войск под Москвой против немецко-фашистских захватчиков. Именно битва за Москву стала тем самым рубежом, который положил начало разгрому врага, которое стало заметным и судьбоносным шагом на трудном пути к Великой Победе, 70-летие которого мы отмечали в этом году. Сотни тысяч москвичей защищали нашу страну на полях сражений, а оставшиеся в тылу обеспечивали нужды фронта, создавали оружие, танки, технику, так необходимую фронту. И многие наши земляки отдали жизнь, защищая отступок столицы. И отмечая эту дату, мы, конечно, отдаем дань всем тем, кто защищал страну, кто свой подвиг, свою жизнь положили на нашу победу. В Москве поддержка ветеранов и тружеников ТЭЛ является несомненным приоритетом для властей московских. Власти делают все возможное, чтобы наши ветераны жили достойно, были окружены вниманием и заботой. Мы помним подвиг, ценим мужество и героизм, проявленные в грозные годы войны. Но мы также считаем важной задачей, чтобы молодое поколение знало историю своей страны, было достойно звания наследственных победителей и уделяем поэтому большого внимания к периодическому социалу молодежи. Именно поэтому в эти дни в Москве проходят много памятных мероприятий. Уроки мужества в школах, тематические выставки в музеях и библиотеках, концерты и фестивали. Такое мероприятие подготовили и депутаты муниципального округа Нагорных. Я хочу пожелать в этот день, естественно, здоровья старшего поколения, долгих лет жизни. Мы вам очень благодарны за все ваши героические усилия. Но о молодежи точно так же здоровья и удачи. И помните, что вы продолжение жизни наших отцов и дедов. И мы, конечно, надеемся на вас. И мы думаем, что наша страна в надежных руках.